Здравствуйте, уважаемые мои подписчики! Хочу вам показать, у меня сейчас в работе идут такие ботиночки, достаточно высокие. Это первый ботинок, ко второму еще не приступала. Хочу вам рассказать, с чем иногда сталкиваются мастера при создании новых моделей. Чтобы оно так красиво все в мастер-классе выглядит, вот бац-бац и все готово. На самом деле иногда получается, что над моделькой надо работать, перевязывать по нескольку раз. И вот хочу поделиться, как говорится, своими такими впечатлениями по этому поводу. Все начиналось с того, что я просто захотела сделать ботиночки. У меня есть разная подошва и куча-куча ниток. Я сама себе сказала, что покупать специальные нитки не буду, буду использовать то, что имею. У меня оказались в наличии вот такие вот ниточки Ализе Форева. Здесь получается, это полностью идет акрил. В 100 граммах здесь, в 50 граммах, 300 метров. Так как я хотела ботиночки достаточно плотными, для себя я решила, что буду вязать их не в две нити, а в три нити. И оно плюс-минус, оно выходит почти так же, как если бы вязать в две нити Ализе Дива. Для начала я себе взяла вот такую вот беленькую подошву. Начала вот даже пробовать. Вначале был набор петель. У меня здесь три петли, две чередовалось. И крючок номер два. Оказалось, что это слишком много. Но если делать в каждый шаг две петли, это было узко. Поэтому я поменяла крючок на 1,75 вместо двух. Приблизилась к более или менее нормальному такому формату здесь. Но осталась недовольна здесь носком. Потому что, почему? Здесь оно как будто на носке мне выпирает. Мне это не нравилось. Плюс у меня есть в проекте сделать более из толстой нитки полусапожки. У меня в наличии была еще вот такая вот подошва, которая оказалась на пару миллиметров меньше. Я на ней тоже пробовала. На ней я рассчитывала вязать из более толстой нити. И я сделала бортик. И оказалось, что я в него не влажу. Потому что толщина нитки очень много места занимает. А здесь получалось, что у меня нога достаточно свободно входит. Еще место остается. И для себя я приняла решение, что я поменяю модельки местами. На такой подошве я свяжу из более толстой нити. Так как она у меня на пару миллиметров больше. И уже здесь я начала вязать вот такие полуботиночки. В чем такое принципиальное отличие вот этой подошвы? Если вы видите, здесь идут такие зубчики. И когда я начала с прошивки, мне показалось, будет правильно прошивать именно по вот этим зубчикам. Я делала расстояние не один сантиметр, а получилось вот так вот три зубчика. И это получается, что в одном шаге у меня не один сантиметр, а где-то один и два. И вот на вот эти один и два у меня уже и шел набор петель здесь на вот эти высокие полуботинки. Ботинки даже. Я бы здесь вначале думала, как же мне вязать. Хотела здесь поднимать, потом сделать как кроссовочную часть вот так. И уже дальше вести подъем. Но по ходу, как говорится, вязания вся эта идея менялась. И вот у меня получилось, что я подняла борт, связала носок. И уже дальше пошла боковинки и пятки делать совместно. Могу вам так заранее сказать, что это у меня получается подошва 41 размера. Сюда борт, носок и вот эта боковинка у меня ушло, получается, ровно три мотка. Вот эта вот часть, да, вот эта вот. У меня вот здесь вот закончился один моточек нитки полностью. И вот эта вот часть у меня пока связана в две нити. Не в три, а в две. С одной стороны, это не то, что удобно. Это неплохо то, что здесь оно не так грубо, и я сделала обвязочные ряды. Но мне не очень нравится, получается, как вот здесь вот вверх скашивается. Надо что-то придумать. Ну, уже дальше буду думать, и дальше уже буду вам в следующих видео показывать и делиться тем, как я вязала эту модельку. Буду попутно показывать, и уже сможете увидеть весь процесс дальше самостоятельно.